Есть у осени один плюс. Вот какой же? Шарлотка. Подожди, ее можно приготовить вообще в любое время года. Да, но осенью, когда за окном холод и слякать, горячий кусочек шарлоточки, это нечто особенное. А запивать чем будешь кофе или чаем? Какао, конечно. Ты вообще не разбираешься в осеннем уюте, Саша. Да, научишь меня сегодня. Доброе утро, губерния, в студии знающий толк в комфорте Максим Плавнюк. И благодарящие небеса за такого замечательного, сведущего Сашу Байдачную. И вот, что сделает наш эфир сегодня еще уютнее. Как испечь хрустящий хлеб секретом мастерства от опытного хлебопекаря. Современные женщины не только пироги пекут, но и успешный бизнес ведут. Знакомство с представительницами женского сообщества. Гордость Самара. Интервью с музыкантом Сергеем Пайтенко. Как снимают кино в Самаре, расскажу вам небольшие тайны и покажу кадры моего фильма. С небесами, Максим, ты, конечно, перегнул. Ты погоди, я еще твой любимый пирог не приготовил. С мясом. Мамин. И бабушке. Мама и бабушка. Какие обычно пироги делают? Ну, шарлотку, вот я помню, делали. Курник очень, вот, очень люблю курник. Сладкий с ягодами. Когда любимый изготовит, то с собой вкусно будет. А с чем она обычно готовит? С чем она обычно готовит? Ну, с чем попрошу, стеба готовит. У меня насыпной. А у меня штруди. Раструди, все понятно, это яблочки. А насыпной с какой начинкой? Ну, там и яблоки, и орешки я кладу, и изюм. И он просто очень делается легко, и очень быстро готовится, и вкусный. Вишневый. С яйцом и луком. С капустой. Вишневый. Вишневый. Друзья, продолжайте наш эфир. И если вы завтракаете, мы желаем вам приятного аппетита. И прям сейчас будем угощать вас чаем, а нас будет угощать чаем Антон Лукьянов, чайный специалист. Доброе утро. Наш постоянный эксперт. Доброе утро. Любимый гость. Закипает наш чайничек уже. Да, на самом деле он остывает. А, остывает? Да, наоборот. Я поддерживаю температуру нам, потому что для этого чая понадобится вода подостывшая. Порядка 85 градусов будет наиболее оптимально. Для этого это для какого чая? Да. Сегодня у нас официально самый дорогой сорт в мире. Он называется Мэндин Хуанья. Дословно это переводится как «желтая почка с горы Мэндин». Это «желтый чай», и его цена обусловлена редкостью сырья и спецификой технологической. А сколько стоит, давайте раскроем тайну нашим зрителям? На самом деле, как чай, это не самая дорогая позиция, которая у нас была на передаче. Стоит он в районе 6 тысяч рублей за 100 грамм. Особенностью его является то, что он не бывает дешевым. То есть любой сорт, он так или иначе… Значит, хорош или нет? Да. То есть он делается только высокого качества. То есть его невозможно произвести базовым, дешевым, повседневным. А почему так дорого? То есть что там, что происходит? В одном килограмме этого чая 40 тысяч почек. То есть сборщику… 40 тысяч вот этих штучек. Да. Сборщику необходимо на один килограмм потратить 4 дня. Собрать 6 килограммов самой молодой, не распустившейся чайной почки. То есть каждый вызывает травиночку. Дергают в отдельности. Отдельно. И специально обученный человек только в одном месте, в специальном. Это гора Мэндин как раз, самый серьезный такой горный массив Китая. И в очень ограниченное время. Это у нас промежуток конца марта, середина апреля. То есть, а потом уже этого чая не будет. То есть чай редкий, да? Чай редкий, да. Пахнет очень классно. Очень яркий запах такой. Жареными семечками пахнет прям вот очень… Тыквенный. Я подслушала просто, Антон. Так. А заваренный вариант можно? Да. Это пока только прогретый. И у него вот эти тыквенные семечки, они как раз обусловлены очень сложной спецификой производства. Чайный лист в размере где-то там в объеме 300 грамм заворачивают в тонкую рисовую бумагу и закладывают в печь на 5-7 дней на пропекание. То есть, это чай томится. И за счет этого приобретает такие мучнистые, хлебные, ну, возможно, как раз там ореховые оттенки. Кажется, что как будто сейчас попьешь и наешься. Так и есть у него, да. Действительно очень сытный, плотный вкус будет. Заваривать его нужно совсем недолго. Заваривается он очень быстро. Это высокоэкстрактивный сорт. Нам понадобится буквально 30 секунд на вот эти 2 грамма чая. Даже таймер мы, да? Да, в этот раз я решил воспользоваться таймером для того, чтобы настой получился предсказуемый по вкусу. Таким, каким я его себе готовлю. А часто пьешь такой чай? Желтый. Я, честно говоря, их до сих пор не понимаю. Для меня это чай загадка, потому что мне очень сложно вот эту корреляцию между ценой и качеством выстроить. Я понимаю, что он очень редкий. Я понимаю, что он очень трудоемкий. Но я не могу в нем найти каких-то сверхспецифических оттенков вкуса. Поэтому это не мой любимый чай. Я его не сказать, что часто пью. Но как сорт он знаковый. Мы желтый, по-моему, еще ни разу не пили. Ни разу. Это первый раз, когда мы... Знаковый эфир сегодня, друзья. Дебют. Премьера. И вот при длительном настаивании он действительно дает такой пшеничный желтый настой. Да, опять пахнет семечками. Мы сегодня пьем из чего? Из фарфора тоже, да? Да, это дегустационный нейтральный фарфор. Я сейчас его стал активно использовать. Просто белые тонкие чашечки. И что любопытно, они сделаны на гончарном кругу. Вот эта тонкость, она добивается руками. Удивительно. Так, горячо. Так. Есть во вкусе все-таки тоже такой... Похож на зеленый. Сивочный вкус. Похож на зеленый. Очень похож на зеленый. Действительно, это так. От зеленого его отличает только температурная обработка длительная, которая дает приятную сладость, немного пшеничную, хлебную в послевкусии. Но этот чай должен бодрить? Да, он хорошо будет бодрить. В нем кофеина, на самом деле, даже больше, чем в черных чаях. Поэтому бодрить он будет прямолинейно, ярко и достаточно долго. Я вот сделал глубокий такой глоток и прям почувствовал терпость, терпость, небольшую горечь, такую прям мягкую и насыщенный вкус такой, прям сильный. Хотя, казалось бы, там еле прозрачная жидкость, но вкуса очень много. Вкуса много. Это любимый чай императора. И раньше его подавали только к императорскому двору. И обычный человек такой чай просто не мог попить, потому что его было сверхограниченное количество, и он стоил баснословных денег. А если перезаварить этот чай, что будет? Будет горечь. Я вот второй пролив держу минуту. Если его перезаварить, горечь будет, и горечь будет достаточно интенсивная. Вот, собственно, этот вариант я как раз сделал в перезаваренном, и вот у него уже будет наблюдаться характерная горчинка. Ну, честно говоря, чай вкусный. Давайте мы будем честно. Почувствовать себя китайским императором разочек в студии. Конечно, он невероятно красив в заварке, то есть все эти почки. Ах, действительно красота. Они калиброванные, то есть буквально один к одному. Подбирается одно под другую? Ничего себе. Четыре дня сборщик, 40 тысяч почек в одном килограмме. То есть за четыре дня сборщик делает 40 тысяч вот таких вот движений по кусту. И кусок во сне потом вас тоже спать и продолжается. Я бы слышал сборщик. Чай действительно вкусный. Огромное спасибо, Антон, за потрясающее чаепитие. Как всегда, на высшем уровне. Ждем кошачьи ушки. Когда-нибудь, я надеюсь, мы тоже их попробуем. Ну что ж, а мы продолжим изучать правила этикета, потому что чай пить не учились. Посмотрим, чему еще нас научат. Она замаскирует неудачную прическу, сохранит голову в тепле или, если надо, наоборот, защитит ее от солнца. Шляпа расставит акцент в любом образе. О том, как ее правильно подобрать, поговорим со специалистом по этикету Анастасией Камышевой. Доброе утро. Доброе утро. Все-таки какие правила существуют при выборе шляпы? Как имиджмейкер, я рекомендую шляпы подбирать под свой индивидуальный образ и под параметры, антропологические параметры. У нас у всех разный рост. И выбирая шляпы, следует учесть, что широкие поля, они у всех свои. То есть для кого-то широкие поля будут 15 сантиметров, а у кого-то 25. Поэтому я рекомендую именно ориентироваться. И вы увидите в зеркале, что вот эти поля вам органичны. А овал лица тут не имеет значения? Безусловно, внутренние черты лица, они имеют значение. И здесь уже можно ориентироваться, опять же, на свое чувство вкуса, на людей, которые либо занимаются вашим образом, либо те, кто вас консультирует в магазине. И можно подобрать четких. Здесь не будет рекомендации, потому что у нас у каждого внутри лица много различных линий. Но, как вот такие общие параметры, можно сказать, что когда внутри лица мягкие линии, то и геометрия шляпы хороша будет более мягкая. Если такие четкие, геометричные, соответственно, можно это переложить на шляпу, перенести. В шляпе с широкими полями допустимо ходить только там, где светит солнце? В ресторан можно в ней войти, например? Вот вообще на отдыхе, безусловно, вы правы, что в шляпе с широкими полями это закономерно, органично. Она, кроме того, что она украшает, она еще защищает от солнца, и это оправдано абсолютно. А дальше мы шляпу любую с широкими полями, другими, мы подбираем под образ. Если образ гармоничен со шляпой, она уместна, то, да, можно шляпу вносить в свой гардероб и в конкретный образ. Если нет, то стоит подумать, почитать, присмотреться, потому что, конечно, шляпа, как вы сказали в начале, это очень сильный акцент в образе, и по разной причине, и одной из причин, потому что сейчас шляпу повсеместно не носят. И когда мы видим человека в шляпе, действительно, нужно быть готовым к всеобщему вниманию. Давайте разберем шляпу, которую вы принесли с собой. Какая для чего? Я захватила шляпу, вы видите, вот мягкая шляпа, она такая элегантная, и действительно она создает такой роскошный образ, и она не всегда уместна и на мероприятии довольно пафосным, либо это использовать именно как от солнца, как защиту от солнца. То есть она сама за себя говорит. Здесь более узкие поля у шляпы, и она более функциональна, такая легкая шляпа в мужском стиле, и с ней можно составить очень легко образ и легко представить, да, и в джинсах, в каких-то легких льняных брюках она также будет уместна. То есть все зависит от образа, под который мы подбираем шляпу. Летом это сделать проще. А шляпы из весенне-осеннего гардероба – это уже более такая серьезная история. Да, как раз я хотела бы про это и поговорить. Головные уборы для холодного времени года. Как их снимать, где хранить? Вот головные уборы для холодного времени года, они предполагаются под пальто меховое, либо тканное. И, естественно, когда мы это подбираем под конкретную верхнюю одежду, то это органично. Как только мы заходим в помещение, это уже не становится органично, потому что, естественно, в помещении мы верхнюю одежду снимаем. Значит, логично и шляпу будет снять. Соответственно, до гардероба мы идем шляпе и там отдаем, соответственно, гардеробщице. Но если такое может быть, что гардероб не может принять по техническим причинам шляпу, мы должны побеспокоиться об этом заранее. Это может быть помещение… Это не говорит о том, что это плохое заведение. Это может быть помещение в стиле лофт, и там могут быть низкие вешала, где, в принципе, не может быть верхних крючков. Соответственно, нужно нам побеспокоиться и просто взять какой-то пакет, желательно бумажный, чтобы сохранить форму своего головного прибора. Это тоже нормально. Мужской шляпный этикет отличается от женского? Он отличается, поскольку дамы, если это вечерняя шляпка, дамы могут совсем не снимать шляпу. Мужчины снимают шляпу, когда заходят в помещение. Если это большой холл, он может дойти до гардероба. Если это помещение, допустим, офис, ресторан, то, конечно, шляпа снимается сразу. Но, опять же, если это шоу-бизнес, и шляпа – часть эффектного образа, и мужчина не будет ее снимать, потому что это часть образа, артистичного образа. А когда необходимо снимать шляпу, а когда допустимо ее только приподнять? Вот мужчинам, если мы говорим о обычной, повседневной жизни, то тогда, когда он приветствует, либо знакомится с любым человеком, включая других мужчин, он приподнимает шляпу. И, прощаясь, приподнимает. Если же он начинает разговаривать с дамой, то он полностью снимает шляпу, проявляя тем самым уважение. Хорошо. Спасибо за беседу. Спасибо вам. Дорогие друзья, мы напоминаем, что у нас продолжается наш проект «Моя семья, мои богатства» от Самарского областного обещательного агентства телеканала «Губерний». Снимите уникальное видео о вашей семье и станьте участниками. У нас есть пять номинаций. «Семейная династия», «Творческая семья», «Семейное дело», «Спортивная семья» и «Семейная гордость». Не знаете, какую номинацию подать заявку? Не переживайте. Мы сделаем это за вас. Просто присылайте видео в горизонтальном формате. Не забудьте, ваш ролик должен быть снят горизонтально и загружен на сайт sova.info.ru до 30 сентября. Ну а теперь о самом приятном. Что же ждет у нас победителей? Это телевизоры, ноутбуки, умные колонки, смартфоны, планшеты, сертификаты на двухдневное пребывание в отеле для всей семьи, 3D-проекторы, увлажнители воздуха и еще многое другое. Так что, ребята, поторопитесь, принимайте участие. Все детали о проведении конкурса и формы для подачи заявок находятся на сайте sova.info.ru в разделе «Акции». Не упустите свой шанс. Снимайте, создавайте и участвуйте. Удачи всем! Друзья, продолжается наш эфир. И прямо сейчас мы будем угощать вас прекрасным вкусным хлебом, потому что у нас в студии хлебопекарь Александра Алпатова. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. В нашей студии невозможно работать просто. Это свежающий хлеб. Да. Он испечен когда? Сегодня, вчера? Пшеничный сегодня, ржаной вчера. Готовь не пшеничный. Белый, светлый. Белый, а ржаный. Да, свежий хлеб – это, конечно, что-то потрясающее, но я уверен, что у него и состав какой-то особенный, правильно? Конечно. Это особенный хлеб, потому что он на закваске. И это, по-моему, самое главное, самое основное, что его отличает от всех других. Любовь. Сразу вопрос. То есть хлеб, который мы покупаем в магазине, он не на закваске или как? Или что? Да, обычно хлеб в магазине пекут на промышленных дрожжах. Ну, конечно, сейчас есть уже в продаже хлеба и на заквасках, но, как правило, производители делают быстрые хлеба, потому что это для производства невыгодно долгие процессы, расстойки. Поэтому такой хлеб, как правило, пекут ремесленники. В чем же отличие тогда закваски от этих вот дрожжей промышленных? Ну, самое главное отличие, наверное, такого хлеба в том, что он гораздо вкуснее, ароматнее обычного хлеба на дрожжах, на промышленных. И этот хлеб считается более полезным, потому что... От него толстеют? Не толстеют? А, пора. Смотря сколько съесть. Ну что же, мы ищем хлебушка, который нужно кушать. Он легче усваивается, организм, потому что простые сахара расщепляются ферментами закваски, и поэтому он с более низким гелькемическим индексом, то есть его можно даже диабетиком кушать, ну, умеренно, конечно. И он очень медленно поднимает сахар, то есть он не будет поднимать сахар так, как промышленный хлеб вот из магазина. И легче усваивается, соответственно, нашим организмом, наполняет наш кишечник микробиоту полезными веществами, кормит ее. Ну, и вкуснее, соответственно. Ну, а у вас, ваш хлеб, какой самый любимый? Ну, наверное, вот пшеничный багет самый любимый, потому что у него самая хрустящая горочка. Давайте попробуем его, как сейчас. Давайте посмотрим, про вкус. Да? Давайте возьмем кусочек. Мне кажется, что пшеничный хлеб, наверное, самый сложный в производстве, да? Или нет? Или я ошибаюсь? Ну, нет, есть свои тонкости и в хлебопечении ржаного хлеба, и в хлебопечении пшеничного хлеба. Очень мягкий на... А самый простой, нет? На выпекании какой? Ну, наверное, ржаной проще все-таки, да, который без наполнения, где идет только мука, вода и соль. Ну, и запаска, соответственно. Ох, как это вкусно, ребята. Отличает от моего зима глаза. Мы на минуточку замолчим, да, сейчас покушаем хлеб. Да. Это вы еще пончики не пробовали. Ароматный. Я обожаю хлебные корки просто. Да, обожаю. Я их пьем с детства, мы с тобой. А когда печешь хлеб в печи и вытаскиваешь его горячим, он начинает трещать. Это тоже такой звук непередаваемый. А как давно вы этим занимаетесь, а тут такая любовь к тесту вообще? Ну, наверное, лет шесть я уже как ушла в декрет во второй. Научила, ну, увидела рекламу в соцсетях по хлебопечению, меня это очень заинтересовало, потому что я и раньше хотела печь хлеб, но что-то на это времени никак не хватало. Вот, а тут вроде как и обучение доступно, и все онлайн, поэтому пошла, научилась. Сложно? Увлеклась. Сложно? С первый раз? Ну, что-то не получалось, что-то получалось. Нет, первый хлеб получился, на удивление. Конечно, если я сравниваю то, что я сейчас пеку и то, что я пекла тогда, первый хлеб, то это не бы земля. Но вообще на тот момент это был потрясающе вкусный хлеб, который абсолютно отличается от магазиновый. Это был вау-эффект. А как часто вы печете, Макс? Прости. Ну, я стараюсь печь для семьи каждую неделю, там, раз или два в неделю я пеку для семьи. То есть, хранится, да? Да, его можно хранить, его можно замораживать, если можно печь впрок, замораживать. Там буханку заморозил? Любой хлеб можно заморозить и хранить в морозилке три месяца. Вот это новость. До трех месяцев. Живи, век учись. Ну что ж, сделай небольшую паузу, мне кажется, с таким кусочком ароматного хлеба классно засесть за очтением любимой книжки. Да, поддерживаю. Желудок просвещенного человека имеет лучшие качества доброго сердца, чувствительность и благодарность. Такая заметка нашлась у Пушкина. Об этом можно прочитать в увлекательной книге «Культура застолья XIX века. Пушкинская пора». Ее написала Елена Лаврентьева, автор многих трудов, посвященных русской культуре XIX века. Гастрономические пристрастия русского дворянства, обеденные ритуалы, правила и причуды застольного этикета, любимые блюда Пушкина и его современников. Все в этой книге. Горячий интерес к литературе и хороший аппетит вполне уживались в дворянском обществе, и за обедами и ужинами часто происходили литературные состязания, поединки. Да и вообще оживленный разговор мог вполне компенсировать неудачный ужин. А сколько было знаменитых гастрономов Пушкинской поры, многие из них занимали высокие государственные посты. Так, первым гастрономом в Петербурге считался министр финансов граф Дмитрий Александрович Гурьев. Здесь мы, конечно же, вспомним гуревскую манную кашу – произведение кулинарного искусства. Почетным гастрономом являлся и граф Михаил Юрьевич Виельбургский, литературно-музыкальный салон которого охотно посещал Пушкин. По словам современников, его обеды состояли из блюд самой утонченной гастрономии. Многие господа любили проводить время на кухне. В часы досуга они сочиняли кулинарные руководства и справочники. Так известно, что Петр Абрамович Ганнибал, двоюродный дед Александра Сергеевича, сочинил подобные руководства для своего дома. Интересна глава и о прозвищах, которыми награждали друг друга дворяне. Кстати, Пушкин в своих письмах к близкому другу Прасковья Осипова и Вульф подписывался как «Ваш яблочный пирог». Возьмите книгу, почитайте сами. Особое удовольствие составляет изучить рецепты из старинных кулинарных книг. Они здесь есть тоже. Например, как гуси чинить и жарить должно блины из картофеля, сухари из шоколаду, огуречная похлебка. Венец ли кулинарного искусства – все это я не знаю, но литературный шедевр точно. Хорошо, что нас не видят наши нутрициологи, потому что мы продолжаем на поедать хлеб. Я думаю, они одобрят. Маленький кусочек вполне. Правильный хлеб от правильного хлебопекаря. Александра Алпатова у нас в студии. Очень позитивный хлебопекарь, кстати говоря. И видно, с какой любовью вы рассказываете о своих произведениях кулинарных книг. Да, заговорили о сложности выпекания заговорили. Нужна какая-то определенная печь или можно прямо в духовке у себя дома такой хлеб сделать? Можно, да. В обычной духовке у себя дома, если есть духовка, миска для замеса и желательно какая-то корзиночка для расстойки хлеба. Но это любая абсолютно может быть. Даже тарелка керамическая, если нет корзинки с отверстиями, можно даже так расстоять хлеб и выпекать в обычной духовке. Конечно, может, он будет не такой красивый, может быть, но вкус у него будет замечательный, гораздо лучше магазинного. Закваска. Мне кажется, еще про нее узнать. Вы же тоже сами ее готовите или как? Да, конечно. Или покупаете готовую? Сама. Сама выращиваю. Что это такое? Что у нас ей представляет? Как отдельный такой домашний наш питомец, потому что с заквасочкой я ношусь не хуже, как с кошкой или собакой. Давайте сейчас осмотрим ее. Как-то подкармливать. Какая пористая такая. Из чего она? Это ржаная закваска на ржаной муке. Ну, пахнет она очень вкусно. Только вода и мука. Там ничего больше нет. То есть, замешали воду с мукой, баночку положили? Да, подождали, грубо говоря, при комнатной температуре или лучше, даже чуть теплее, чем комнатная температура. Долго ждать? Ну, чтобы вырастить полноценную закваску, на которой нужно печь хлеб, нужно где-то 10 дней. Ого! Ну, лучше 10 дней. Можно чуть меньше, 7 дней, но лучше 10. То есть, заранее отставить. Да, чтобы культура, которая там, вот эти вот дрожжи, которые, дикие дрожжи, которые там растут, чтобы они вытеснили все плохие микро... Как живые организмы, получается. Да, живые организмы, они там живые. Расскажите о добавках, которые вы используете в своем хлебе. Я вижу семечки тыквенные, какие-то фрукты, да, что у меня есть? Да, разнообразные семечки, орешки, все виды орехов, семечки льна, подсолнечника, тыква, совершенно верно вы заметили. Это и сухофрукты, вот хлеб с сухофруктами, там и курагай, и чернослив. Сам хлеб не сладкий, но сухофрукты, да, они сладинку такую добавляют. Поэтому некоторые любят такой вот хлеб с чаем у нас, дети любят. По процессу то же самое, просто берем хлеба фрукты, засыпаем их в закваску, ставим в печь. Или как? Есть все-таки что-то еще там? Секретики какие-то есть? Есть секретики, да. Я зерно и орешки замачиваю заранее и добавляю туда тоже свою любимую заквасочку. Чтобы закваска своей кислотой разрушала вот эту хитиновую оболочку, которая, собственно, нам вредит в нашем организме. И запрещенность кого у нас в центре салона? Да, 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 как раз с крупным планом сейчас его покажем. Это тоже запрещенность. Это пончики. А вот мы сейчас возьмем, попробуем. Да, это не полезно, это точно нутрициологи не одобрят, но это очень вкусно. Мы не расскажем. Спасибо. Так, это пончики, да? Как возникли пончики в вашей жизни? Это же не хлеб или это тоже на таком же... Это, да, это уже сдобное изделие. Туда добавляется и яйцо, и масло, и молоко. Поэтому, да, это уже не хлебное, но хлебобулочное. Мне кажется, у меня бабушка такие делала, по-моему. Именно прям, я прям вспомнил вкус настоящих пончиков таких вот. Они очень нежные и нежирные, потому что обычно, когда пробуешь пончик, измусочится, впитывается. Масло, да, оно впитывается, а этот очень-очень-очень приятный пончик. Сколько хлебобулочных изделий вы сами кушаете? Почему не поправляетесь? Нет, почему? Поправляют, да? Поправляют. Да, серьезно? Да, бывает всякое. Ну, едим хлеб постоянно. То есть хлеб у нас в нашем рационе есть и с утра, и в обед. Ну, за ужином, как правило, нет. Утром обязательно, без хлеба утром не бывает. В обед тоже. Спасибо. И у нас. К завтраку, да. Этим утром есть хлеб. И вам принесли такой вкусный хлеб. Удачи вам, вдохновения и хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Хорошего дня. Друзья, а мы ненадолго прервемся, но вы поняли, да, почему будем завтракать. И затем вновь вернемся в нашу студию. Оставайтесь с нами, впереди много интересного. В пятницу в Самарской области ожидается переменная облачность без осадков. Днем плюс 17, плюс 26. Ночью плюс 9, плюс 14. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 6-11 метров в секунду. На севере и западе в дневное время плюс 17, плюс 23. На востоке и юге 22-26 градусов тепла. В Самаре, по прогнозам синоптиков, пасмурно. Днем плюс 22, ночью 11-16 градусов тепла. Атмосферное давление выше нормы 766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 33-66%. Температура воды в Волге 17,5 градусов. Доброе утро, осенние губернии. Сегодня о яблочных и не только пирогах. Почитают ведущие Саша Вайдачная и Максим Полагнюк. Мы вот уже привыкли к названию «Шарлотка». Да. А вы задумывались, друзья, откуда такое название? Существует немало легенд о появлении рецепта бисквита с яблоками. Одна версия гласит, что юный кондитер был влюблен в бедную девушку по имени Шарлотта и, желая ей понравиться, придумал рецепт приготовления быстрого яблочного пирога. Другая версия говорит, что свое название яблочный пирог получил в честь Шарлотты, жены короля Георга Третьего. А королева очень ценила воздушное запеченное тесто, начиненное яблочками. Возможно, также название «Шарлотка» произошло от староанглийского слова «шарлотт», обозначающее блюдо с заварным кремом, чем на самом деле является изначально шарлоткой. Ммм, крем. Моя любимая. С мясом? Маме и бабушке. Мама и бабушка. Какие обычно пироги делают? Ну, шарлотку, вот я помню, делали. Курник. Курник очень, вот, очень люблю курник. Сладкий с ягодами. Когда любимый изготовит, то с собой вкусно будет. А с чем она обычно готовит? С чем она обычно готовит? Ну, с чем попрошу, с тем и готовит. У меня насыпной. А у меня штрудит. За штрудину все понятно, это яблочки. А насыпной из какой начинкой? Ну, там и яблоки, и орешки я кладу, и изюм. И он просто очень делается легко, и очень быстро готовится, и вкусный. Вишневый. С яйцом и луком. С капустой. Вишневый. Вишневый. Друзья, продолжается наш эфир. Еще раз доброе утро. И у нас в гостях Анна Ермолаева, лидер женского сообщества, Юлия Уланова, член Совета международного женского сообщества, и Евгения Елисеева, лидер женского сообщества. Доброе утро. Здравствуйте. Что же за женское сообщество у вас? Мне кажется, я немножко лишний здесь на что здесь. Как будто бы. Ну ладно, послушаем. Рассказывайте про сообщество. Юля, давай. Расскажем про сообщество. Я уже сейчас в роли советницы международного сообщества. Более 80 тысяч участниц в нашем международном женском сообществе. В Самаре мы представлены уже в численности полторы тысячи. Буквально недавно я передала свои полномочия. У нас новый региональный представитель. Это такая эстафетная преемственность в нашем сообществе, когда разные роли регионального представителя, президента, советницы передаются из рук в руки тому, кто готов брать на себя эту роль и ответственность. А чем занимаетесь? Получается это какие-то встречи по бизнесу или может быть житейские встречи? Да, конечно. Самое главное, что в наше женское сообщество может вступить любая женщина с любым направлением и бэкграундом. То есть это и домохозяйка, это и мамочка в декрете, это и бизнес-вумен, это и женщина, которая открывает какой-то самозанятый свой проект, это и женщина в пенсионном возрасте. Здесь нет никаких ограничений. И, конечно же, в сообществе множество разных проектов федеральных, которые направлены для поддержания разных граней. То есть и предпринимательство, и материнство, и социальная какая-то проявленность, и творческое направление. Здесь, я думаю, находят женщину в каждую поддержку. Уже среди всего этого количества людей тысячи, десятки тысяч, нет ни одного мужчины. Справитесь сами? В самом женском сообществе мужчин нет. Но когда организовываются, например, мастер-классы, бизнес-завтраки или фестивали, то, конечно же, мы можем пригласить мужчин, которые, например, сделают фотографии, видеоматериал. Поэтому здесь, конечно, мы рады мужчинам. Они могут нам помочь с технической точки зрения. Но все само сообщество, оно, конечно, состоит из женщин, которые из разных профессий, разного возраста и разного социального статуса. Любая может вступить и найти себе новых знакомых, подружек, и в последующем себя реализовать. Причем у всех цели, они разные. Не обязательно именно идти с целью того, чтобы продвинуться по карьере. То есть можно прийти просто в сообщество за вдохновением, найти себе новых подружек, с которыми можно будет интересно провести время, как мы с девушками иногда посещаем театр. То есть тут в зависимости от цели. Но самое главное то, что в сообществе всегда обязательно будет поддержка, и вне зависимости ту цель, которую вы преследуете. Если какую-то обратную связь получаете от женщин в сообществе, то она достаточно экологична и бережна. То есть нет такого, что будет какая-то критика, и тебя кто-то не поддержит. Потому что когда вы хотите, например, развить свой бизнес, как правило, не всегда есть поддержка дома или на работе, а в сообществе она обязательно будет. Евгения, расскажите о ваших последних мероприятиях, фестивалях, встречах, походах. И как вы стали лидером? Что значит быть лидером сообщества? Быть лидером? Это значит своим примером показывать, как можно в жизни самореализоваться, создавать поле проявленности для каждой женщины. Основная работа, как уже сказали, проходит в малых группах у нас. И в этих малых группах мы собираемся, самореализуемся, поддерживаем друг друга. Но также в сообществе есть бизнес-бранчи, открытые встречи раз в месяц. И ежегодно проходит в сентябре фестиваль международного формата. В этом году я уже второй раз куратором фестиваля, Анна уже третий раз куратор фестиваля. А что за фестиваль? Фестиваль международного формата как раз рассказывается о всех возможностях, о флагманских продуктах нашего сообщества, как можно вообще себя проявить, какие роли на себя женщина может примерить. А какие страны? То есть международное сообщество, какие страны принимают участие? В данном фестивале, который пройдет у нас в субботу, будут принимать такие страны, как и Дубай, Греция, Казахстан. Поэтому данный фестиваль, он и является международным. То есть не только по городам России, но и, конечно, есть страны. И в сообществе уже 39 стран, которые участвуют в разных мероприятиях и по всему миру. И причем любая женщина может на любом этапе вступить в сообщество. Для этого не нужно что-то сделать, нужно просто найти информацию про сообщество, зарегистрироваться. Ну что ж, сделаем небольшую паузу, продолжим разговор о женской реализации их ролями в кино. Вот бутерброд с кетчупом. Экономим на колбасе. То есть фильм у вас вообще малобюджетный? Или малобюджетный. Для фантастики. А так пойдет. Увидела кастинг в социальных сетях. Там была проба, достаточно разговорная, как раз диалог с Максимом. И мне понравился текст, я решила записать. А потом с Максимом мы встретились на мастер-классе в Москве. Случайно. Он ко мне подошел и спрашивает меня, вы Мария? Я говорю, да. Записывали пробы на Анастасию? Да. И вот в Москве, я уже жила на тот момент в Москве, он мне сказал, что вот, мне понравились ваши пробы, и я планирую вас пригласить и доставить вас в Самару, отвезти. Я вот так, как лягушка-путешественница, оказалась здесь. Точка один давай сделаем. Ну ты говоришь, она какая-то дополнительная. Ну, на самом деле, это первая сцена, просто дополнительные кадры, которых не было раньше в раскадровке. Мне пришлось сделать это, как отдельные, типа, микросцены. Такая вот есть специальная книжечка для режиссерской экспликации, где можно, собственно говоря, зарисовать примерно раскадровку кадры, как все это будет выглядеть. Вещь удобная, но, как вы поняли, рисовать я вообще не умею абсолютно, поэтому у меня вот такие палки-огуречки в основном. Я театральный артист, и опыта в съемках у меня очень мало. Если там раз в два года выдается что-то, то это такой, не знаю, новый опыт, новое какое-то погружение в эту свою профессию. Но профессия театрального актера отличается от киношного. Я вот начинаю уже немного понимать. В театре у тебя есть, условно говоря, три часа, есть твой текст, мизансцены, взаимодействие с партнерами, и ты знаешь, что и как. Здесь же каждый кадр, это не то, что ты себе там в голове продумал, все может меняться тут же молниеносно. Я почувствовал какую-то такую ответственность в том смысле, что то, что будет в кадре, оно останется в кино и останется на века. Я понимаю, неудобно, но надо вот так вот аккуратненько. Но вряд ли, мне кажется, экскаватор можно сломать человеком. Скорее наоборот. Ну что, готовы? Попробуем? Вот так, вот так нога стоит. Только ногу выше. Еще чуть-чуть выше. Да, вот так вот. В коченьке такой болерун в кадре. Стоп! Шикарно! Вот за такие кадры мы и получим Оскара. Все, было? Едем дальше. Это у нас было 3-1, да? Да. Вот я и... Так, тогда это будет... Это будет тогда... Ты перепутал, что ли? Нет-нет-нет, просто... Когда у тебя вот 80 страниц от раскадровки, пусть будет 3-2. Продолжаем говорить о самореализации. У нас в гостях девушки из женского сообщества. Это Юлия Уланова, Анна Ермолаева и Евгения Елисеева. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Мы празднуем День шарлотки. Да. А вот шарлотку в вашем сообществе готовят? Сообщество готовят? Какую-нибудь, может быть, секретную? Я думаю, готовят однозначно. Каждая женщина, в общем-то, готовит. Она самореализуется через, в том числе, кухню. Я поделюсь своим рецептом. В первом декретном отпуске, когда родила дочку, я просто решила попробовать делать шарлотку по-другому. Я добавила туда тыкву. Очень много тыквы. У нас тогда был урожай тыквы просто. Вместо яблок? Вместо яблок. Я яблочки чуть-чуть потерла. И это было просто на ура. Вся семья погубила. И мы, наверное, год-полтора, вот у нас шарлотка, она выглядела именно так. Она тоже сладкая? Она тоже очень сладкая. Когда сверху еще корицу посыпаешь шарью. Тут притекло в гости, чтобы угоститься шарлотка шарью. Зателось тоже попробовать. Так, Анна, мы знаем, что есть какой-то пп-шный рецепт. Да, у меня есть пп-шный рецепт, но это не шарлотки, а именно кексиков. Когда вы можете добавить протеиновую смесь, яйца, немного масла и, конечно же, добавить банан. Потому что бананы, они очень полезны для нашего организма. Там много содержится калия и магния. И вот данные кексики, во-первых, быстро готовятся, во-вторых, для фигуры безопасны. А рецепт шарлотки есть у моей бабушки. И, как правило, я сама не готовлю шарлотку, я прихожу в гости и пью чай и ем шарлотку. Поэтому так. Евгения, у вас? Мы готовим классическую шарлотку, причем делают это дети мои. Спокойно, миксером уже мешают, заливают, яблоки режут. И мне только остается следить за духовкой. И вся семья все поедает. Ну, здорово, что существует такое сообщество и по интересам, и по бизнесу. Можно ли оценить, насколько вот самарские леди, они успешны? Все ли реализованные, либо... Самарский филиал, насколько выделяется среди других в России? Я бы так сказала. В самарском сообществе полторы тысячи участниц. И основная методология нашего сообщества – это малые группы поддержки. Вот когда женщины разные приходят в эту группу, которую организовал лидер, когда они озвучивают свои цели, мечты и свои перспективы наперед, вот тогда за более трех лет в сообществе находясь, я понимаю, что наши самарские женщины, они мыслят масштабно, они грандиозно позволяют себе, разрешают себе большие цели. Они выходят из какого-то хобби, хотят это монетизировать. Они начинают во что-то углубляться, в какой-то интерес, в какую-то сферу. И потом видят некий путь, как можно уже уйти из найма и остаться, допустим, полностью зарабатывать на себя. И вот здесь, мне кажется, как раз и пример того, что наши женщины могут все действительно, потому что женщина просто хочет. А в сообществе, в поддерживающем круге, мы просто позволяем вот так вот «иди и попробуй». Так, надо сделать мужское сообщество. Это что это? За месяцем, Монтайзе. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо за позитив, за поддержку других женщин. Да, за классную инициативу и успехов в процветании вашего сообщества. Спасибо большое. Ну, мы продолжаем. И, как нам кажется, пример такой успешный леди, это, конечно, Марина Баркова наша и ее сюжеты с вниманием на экран. Душа Баяна шагает по стране. Вот уже шестой год подряд этот всероссийский проект цепляет самородков из глубинки и ставит их на большую профессиональную сцену. На исторической родине Баяна в Самаре со 2 по 5 сентября завершился отборочный тур по Приволжскому федеральному округу. Бессменный худрук фестиваля наш земляк Сергей Войтенко три дня дежурил председателем жюри. Прослушал 1400 музыкантов. В день гала-концерта он успел дать мастер-класс участникам. Мастер-класс у меня состоял из двух частей. Первая часть мотивационная. Это называется «Мечтай, действуй и верь». Я рассказал о том, как я использую вот эти три слова в своей жизни для того, чтобы достигать результатов. Некий секрет успеха такой. И поделился с ребятами. То есть как бы вот как инструкцию дал. Как с этим работать. А вторая часть, это мы непосредственно позанимались с ребятками уже над инструментальной техникой, над исполнительской техникой. Я подсказал свои лайфхаки, что мы используем в нашей лаборатории, в нашей мастерской, которая работает у нас при 10-й музыкальной школе имени Кабалевского. Вот у нас там мы воспитываем учеников. По новой программе, по ускоренной программе. Они у нас быстрее достигают результатов. И вот я поделился своими лайфхаками. Дорогие друзья, я сейчас вам свою песню, которую я сочинил почти 15 лет назад. И она за это время стала народом. Я ее так и объявляю. Русская народная песня. Парушка у микрофона автор. Фестиваль у Душа Баяна уже 6 лет. В этом году в нем участвуют 3 федеральных округа и Краснодарский край. После Самары команда Сергея Войтенко отправилась на поиски талантов в Дальневосточный федеральный округ. Перед этим был Алтайский край. В итоге победители из 7-10 регионов России соберутся на суперфинал в Москве, где в начале ноября пройдет решающая битва талантов. Телетрансляция состоится на федеральном канале с участием звезд эстрады. Художественный руководитель в качестве автора-исполнителя завершил галоконцерт на сцене Самарского окружного дома офицеров. Он исполнил 3 своей авторских песни. Финальную хором скандировали все 68 лауреатов отборочного этапа Приволжского федерального округа. Фестиваль проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Марина Баркова, Алексей Гриднев. Программа «Утро губернии». Ну что ж, на этом все. Я считаю, что сегодня нужно обязательно приготовить шарлотку. Ну и пойти к ней, за ней, к бабушке. С вами был утренний ведущий Максим Полагнюк. Саша Байдачна. До встречи. Пока. Пока. Ну что, раз уж ты сам предложил приготовить мой любимый пирог, пожалуйста, я тебе скинула рецептик. Так. Смотри. Тапиоковый крахмал, трюфельное масло, цветки мальвы, икра, летучей рыбы. А попроще, рецептика нету? Редактор субтитров А.Семкин